Кровавое прощание. Кровавое прощание с вождем было организовано в колонном зале Дома Союзов. Гроб с телом Сталина расположили на высоком постаменте в обрамлении цветов, знамен и ветвей. Вождь был одет в свой повседневный китель с медалями «Золотая звезда» и «Серпомолот» и специально нашитыми золотыми пуговицами и погонами генералисимуса. В почетном карауле дежурили Георгий Маленков, Лаврентий Берия, Вячеслав Молотов, Климент Ворошилов, Никита Хрущев, Николай Булганин, Лазарь Каганович и Анастас Микоян. Предположительно, около двух миллионов человек хотели увидеть вождя перед погребением. Основной маршрут к Дому Союзов был организован по бульварному кольцу через Трубную площадь, затем Пушкинскую и вниз по Большой Дмитровке. Причем боковые переулки перекрыли военными грузовиками так, что люди не могли выйти из толпы. Самая страшная давка случилась на Трубной площади, куда со всех сторон стекались вновь прибывшие. Многие погибали от сдавливания грудной клетки или упали и были затоптаны. Данные о точном числе погибших во второй ходынке засекритили. Назывались цифры от ста до нескольких тысяч человек. Виновных не наказали, траур не объявляли. По воспоминаниям одного из очевидцев Юрия Борка, московским моргам и ЗАГСам предписали выдавать справки о смерти сложной записью о ее причинах. Утром 9 марта под траурный марш Шопена гроб с телом Сталина вынесли из Дома Союзов и переместили к мавзолею. Эти минуты подробно и беспрепятственно задокументировал майор армии США Мартин Манхоф из окон американского посольства, располагавшегося на Маховой 13. На Красной площади прошел траурный митинг с участием зарубежных делегаций. Затем гроб с забальзамированным телом Сталина установили в мавзолее. В полдень дали артиллерийский салют и по всей стране объявили пять минут молчания. Тело Сталина оставалось в мавзолее до 1961 года, пока 22-й съезд КПСС не постановил, что серьезное нарушение Сталином ленинских заветов, злоупотребление властью, массовые репрессии против честных советских людей и другие действия в период культа личности делают невозможным оставление гроба с его телом в мавзолее Владимира Ильича Ленина. В ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 года тело Сталина вынесли из мавзолея и захоронили у Кремлевской стены. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok